1960-е годы. Руководство Алтайского края задумалось о необходимости газоснабжения региона. Население края тех лет лишь немногим отличалось от сегодняшнего 2,5 миллиона человек. К 1982 году удалось обосновать необходимость подведения топлива, а к 1991 началось проектирование и строительство газораспределительных сетей и создание строительного комплекса по распределению природного газа. В 2020 году исполнилось уже 25 лет пользования газом на территории Алтайского края. 4 декабря 1995 года на территории Шинного завода в краевой столице зажгли первый в Алтайском крае голубой факел. А раньше это как на угольном обогреве? Да, да. И представляете, вот это вагоны, это шли с углем. Но когда пришел у нас газ, мы, конечно, вообще стали чище намного. И вообще экологически чистый поток и все окрестносты, все гораздо чище стало. Воздух и все. Все эти годы компания «Газпром» газораспределения «Барнаул» занимается подведением газа от магистральных газопроводов до газовых плит. На сегодняшний день протяженность газопроводов края 5000 километров. Газифицированы 85 населенных пунктов в 12 районах, в том числе 4 города. Сейчас не нужно носить дрова, уголь ведрами носить, еще сюда его привозить, перегружать. Чисто, потому что сейчас вот у нас во дворе будет снег чистый, потому что от угля он летел, сажа. Всегда чистить приходилось. Каждый день этот котел, вся сажа летела. Приходило все мыть там. Вот эти плюсы, чистота и тепло. Подключение новых абонентов и предприятий продолжается, но несмотря на 25-летний опыт пользования газом, многие жители края не соблюдают основных требований безопасности в обращении с этим топливом. Категорически запрещено использование газоиспользующего оборудования при отсутствии тяги в дымоходах, вентоканалах, при отсутствии притока свежего воздуха, необходимого для сжигания газа. Недопустимо отключение автоматики безопасности, оставлять газоиспользующее оборудование без присмотра во время работы его. Необходимо следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования. Перед розжигом горелок нужно обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания. Подержите топку печи или духового шкафа, открытые в течение 3-5 минут. Как только вы прекратили пользоваться газом, закройте краны на газоиспользующем оборудовании. Кроме того, не забывайте, нужно обеспечить своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену оборудования. Предоставьте доступ представителей специализированной организации поставщика газа к внутридомовому газовому оборудованию. Для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установки, замене и техническому диагностированию оборудования. И не пытайтесь ремонтировать и менять оборудование самостоятельно. Случается при самовольной замене оборудования, то есть был случай у нас на силикатном. Абонент, собственник помещения, самовольно произвел замену водонагревателя. Вместо газопровода выполнено подключение к водопроводу, вследствие чего вода заполнена на газопровод, и, соответственно, было прекращено газоснабжение всего дома. Повторный пуск, продувка заняло практически сутки. Поэтому проводить работы должны только профессионалы, представители организации, с которой у вас заключен договор. Помните и ряд других требований. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня нужно убедиться в отсутствии загазованности помещения, следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования, содержите в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено оборудование, поддерживайте в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях. Есть и сезонные меры предосторожности. Наступившие морозы заставляют быть еще внимательнее к безопасности, в том числе и в обращении с газовым оборудованием. В преддверии новогодних каникул будьте осторожней.